Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про главный офис лондонской полиции Нью-Скотланд-Ярд, который находится на набережной реки Темзы на Victoria Embankment. Итак, что же такое Scotland Yard? От английского официального названия Нью-Скотланд-Ярд. Это штаб-квартира полицейского учреждения в Англии, который называется Metropolitan Police Service. Только с небольшим исключением в нее не входит полиция лондонского сити. Лондонские сити — это отдельный район со своим устам и государственным, так скажем, предназначением, а также со своей полицией. Многие, в том числе и я, задавались вопросом, почему же полиция в Англии называется Scotland Yard? Оказалось, все просто. Название пошло от названия улицы, на которой находился первый главный офис, штаб-квартира лондонской полиции, которая была открыта в 1829 году министром внутренних дел Робертом Пилем. По некоторым версиям улица Scotland Yard называлась в честь шотландской королевской резиденции, которая была расположена в районе Уайт-Холла. Туда приезжал шотландский король и, в принципе, это здание, эта резиденция считалась собственностью Шотландии. И с тех самых времен улица называлась Scotland Yard, где впоследствии была открыта первая штаб-квартира лондонской полиции. Затем она несколько раз перемещалась. Очень знаменитым зданием в Лондоне считалась New Scotland Yard в районе Вестминстер, недалеко от Вестминстерского аббатства и Сан-Джеймс-Парка. Там часто снимались различные, особенно детективные фильмы, но то здание было продано. И штаб-квартира лондонской полиции была перемещена обратно на набережную реки Темзы. Здание было усовершенствовано, модернизировано. И о том, как я туда попала и что там внутри находится, я вам сегодня и расскажу. Итак, новое здание New Scotland Yard было открыто в ноябре 2016 года. Я об этом не знала. Когда я была туристом, я фотографировалась на фоне того предыдущего здания, которое практически всем известно, своей вот этой вот треугольной крутящейся вывеской, где написано New Scotland Yard. И с тех пор я так и думала, что главный офис находится там. Но в 2016 году он переехал. И в 2018 году на моем любимом архитектурном фестивале Open House London, о котором я вам уже рассказывала, смотрите в этом ролике, мне удалось зарегистрироваться и получить билет на посещение нового офиса на набережной Темзы. Сейчас в этом году это здание единственное разыгрывалось по лотерее. В лотерею намного сложнее попасть, чем просто сделать букинг. И вот тогда мы с подружкой успели зарегистрироваться и попали внутрь, где нам провели экскурсию. Экскурсия была всего полчаса, поэтому, естественно, как всегда, вместо того, чтобы слушать, я всё пыталась заснять, чтобы оставить себе в памяти. Естественно, информацию мы всегда можем прочитать как в гугле, так и вот в книжечке, которую нам дали. Она у меня осталась. И тут как раз написано про архитектора, что главный архитектор здания, которое называлось Кёртис Грин Билдинг, построено в 1930 году, было расширено архитектором Олфорд Хоу Монаган Моррис. И вот здесь вот описывается, что было усовершенствовано и как стало выглядеть новое здание лондонской полиции. Итак, что же усовершенствовал архитектор? Он расширил границы офисов, сделал их более коммуникабельными между собой, а также добавил такой павильон с изогнутым стеклом на входе и наверху сделал террасу. И вот мы, когда зашли в это здание, там была такая небольшая выставка одежды, шлемов полицейских старых времён. Но мы не успели её посмотреть, нас всех провели в стеклянный лифт, и мы поехали прямиком наверх, на самый последний этаж, как раз-таки вот на эту террасу с видом на Темзу и на Вестминстерский мост, и на мост Ватерлоу. Субтитры сделал DimaTorzok Там, наверху, в офисе, нам стали рассказывать про это здание, и так как архитектурная часть меня мало интересовала, я поспешила быстрее на террасу, чтобы поснимать, пока не пришёл основной народ, которому рассказывалось там что-то. Я всегда так делаю в групповых каких-то экскурсиях, я стараюсь снять первый, пока нету людей. Ну, вы знаете, что я многие свои кадры продаю на фото- и видеостоках, поэтому мне нужна была пустая территория. Нас с подружкой сопровождали курсанты, с которыми мы, кстати, тоже попросили сфотографироваться, на фоне лондонского колеса обозрения, на фоне Биг Бен. Оттуда, кстати, не очень видно, только немножечко архитектуры парламента. Там на крыше у них висит флаг Великобритании, на таком огромном высоком флагштоке. Я пыталась это всё снять, чтобы показать, как это всё выглядит. Вот, пожалуйста, смотрите. После того, как группа нашей экскурсии как раз-таки переместилась на террасу, которую я уже успела заснять, я зашла в помещение, где были выставлены макеты самого здания Scotland Yard, а также очень интересно мне показалось модельки полицейских машин, которые были выстроены в ряд от исторических видов до современного, там чуть ли не Феррари. И, кстати, рядом со входом в New Scotland Yard тоже стояло два исторических полицейских автомобиля, рядом с которыми мы тоже с подружкой пофотографировались и оставили себе такие вот замечательные фотографии на память. Ну и в конце мы детально успели немножечко, посмотреть выставку исторических костюмов полицейских. Там ещё некая сводка такая историческая плыла на диджитал-экране. И поснимать сам холл, потому что нас буквально из холла сразу же повели наверх, и я не успела ничего снять. Холл у них очень такой пространственный, с изогнутым вот этим вот стеклом, которое видно с набережной реки. Находится ресепшн, то есть вы можете прийти туда и сказать, вот мне там к такому-то офицеру. Но, скорее всего, там просто полицейские между собой общаются, публичных посещений не бывает. Но, по крайней мере, есть люди, которые вас встречают на ресепшне. С одной стороны находится водный такой памятник, в середине которого находится круг с вечным огнём. И вот там, вот рядом с этим вечным огнём, в 2017 году, ровно через неделю после того, как случился теракт на Вестминстерском мосту и рядом с парламентом, где, грубо говоря, террориста остановил полицейский, и он пырнул его ножом, впоследствии этот полицейский скончался вот там, у вечного огня, через неделю. Я снимала минуту молчания в честь памяти этого полицейского и всех шести людей, которые погибли в этом теракте. Вот как это выглядело, посмотрите. Ну а также после этого я пошла на парламентскую площадь, где тысячи людей несли цветы и какие-то открытки, какие-то лозунги, постеры на парламентскую площадь, отдавая дань вот этим вот погибшим людям. Это одна такая особенность в английской культуре, что многие люди, обычные люди, приносят цветы, открытки и вспоминают кого-то, будь то принцессы Диана, будь то Маргарет Тэтчер или Винстон Черчилль, или просто люди, которые погибли в том или ином теракте или ещё где-то, да, люди приходят, приносят цветы и как бы делают такую минуту молчания, образно говоря. И некоторое время эти цветы, прямо миллионы цветов лежат вот в памятном месте, ну там два или три дня, потом это всё убирают. То есть вот такие вот у них дни памяти существуют, и это одна из особенностей британской культуры. Ну вот и всё, что я узнала и могу вам показать о здании New Scotland Yard. В каких ещё зданиях я была на этом великолепном фестивале архитектуры, я тоже буду скоро рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»